На этой неделе канал Outdoor Bound TV отправился в Спарту, штат Висконсин, на родину луков Мэтьюс и арбалетов Миша. Журналисты совершили закулисный тур, чтобы понять, как возникла идея нового САП-1, как его разрабатывали и как его изготавливают сегодня. Выражаем благодарность нашим партнерам, компаниями Мишан и Вортекс Оптикс. Своим принципиально новым продуктом САП-1 Мишан задает новый стандарт конструирования арбалетов. Это более 26 революционных патентов, включая систему блоков Synchics со сбросом 80% и направляющую с ЧПО-обработкой. САП-1 – один из самых точных арбалетов в мире. Снабженный эталонным предохранителем, этот первый арбалет, который позволяет безопасно разрядить его одним нажатием кнопки. Фантастическая маневренность, качество и точность. САП-1 заставляет переосмыслить опыт. Всем привет! Добро пожаловать на канал Outdoor Bound TV. Меня зовут Курт Уолбек. И на этой неделе мы побывали в Спарте, на родине луков Мэтьюс и арбалетов Мишан. И сейчас у нас будет возможность познакомиться с людьми, отвечающими за разработку конструкции и совершенствование нового САП-1. Потом мы отправимся в нетривиальный закулисный тур под предприятием, чтобы узнать, как этот революционный арбалет создается. Все процессы по созданию арбалета происходят на территории завода. Это позволяет нам задавать совершенно безумные стандарты конструирования и контролировать качество. Доказательства этому вы найдете в каждом отеле, в робототехнике, в высококлассной обработке и фирменном оборудовании. Все, что мы тут делаем, мы делаем с определенной целью. Это не производство ради производства, и арбалет САП-1 – отличный пример того, как можно строить со смыслом. Материалы, поступающие на предприятие, это в основном сырье. Оно проходит тщательную проверку перед тем, как оказаться в станке. Затем приходит время механической обработки и снова контроль качества. Он есть в каждом цеху, на каждом этапе. После механической обработки изделие направляется в отделочный цех, где мы наносим иммерсионную печать или аквапринт, порошковую краску или любое другое покрытие, необходимое для нашей продукции. Снова проверка качества. Теперь это внешний осмотр. У нас практически нереальные требования к внешнему виду продукции. Покинув отделочный цех, она отправляется на сборку. Именно в сборочном цехе и происходит магия. Именно там мы создаем то, что все хотят увидеть. В любой из линеек луков мы предлагаем несколько опций, так что сборка – это очень емкий процесс. Как только лук собран, он проходит еще пару тестов. Мы тестируем спусковой механизм на соответствии нескольким требованиям функциональности. Один-два раза мы тестируем сам лук. После того, как лук прошел все тесты, его направляют в упаковочный цех. Там его кладут в чехол, а затем в коробку. Теперь лук готов к отправке. Все, что мы делаем, мы делаем с определенной целью. Мы гордимся всей продукцией нашего предприятия. Но САП-1 – кульминация наших усилий. Это совершенно новый заводской стандарт, который, я уверен, выведет индустрию на новый уровень. Наш подход часто радикален. Мы не следуем общепринятым схемам. Но если мы делаем что-то другое, так это потому, что мы действительно видим в этом какое-то преимущество. Ну, скажем, техническое. Иногда отличительной чертой становится просто внешний вид. Все части арбалета были задуманы и сконструированы здесь. Плечи, блоки, направляющие, накладки на руках, спусковой механизм. Мы полностью перекроили схему, по которой подобные вещи создаются. На разработку нового САП-1 у нас ушло более двух лет. Мы ведь знали, что все должно быть идеально. И мы должны стараться создать лучший арбалет, который мы только сможем создать. Начать мы решили с идеального спускового механизма, а все остальные детали должны быть просто не хуже. Эталонный предохранитель САП-1 так же безопасен, как и его предшественники на арбалетах Миша. Одно из главных преимуществ – способность арбалета разряжаться, не требуя дополнительных мишеней, когда охота уже закончилась, или специальные зоны, чтобы выстрелить землю. Вы просто нажимаете кнопку, растягиваете и готово. У арбалета множество классных особенностей, которые понравятся любому охотнику и спортсмену. Блоки синхронизированы, а это значит, что они всегда в тесной взаимосвязи, независимо от условий. Синхронизация блоков – это точность, а точность у охотников – приоритеты. САП-1 бьет 1 дюйм на 100 ярдов. Об этом говорит и само название арбалета. У линейки MXB точность тоже очень высокая, но у САП-1 она иного уровня. Мы должны были доказать это. Мэтт Макферсон и команда инженеров поставили перед собой задачу – проанализировать и усовершенствовать каждую деталь арбалета. Их бескомпромиссное намерение использовать материалы высочайшего качества принесло свои плоды. Создан продукт, который позволит вам получить новый, необыкновенный опыт. Накладки на руках арбалета САП-1 выполнены в стиле автоматической винтовки AR. При необходимости их можно замедлить другими неоригинальными AR-накладками. Приклад регулируется по длине и имеет регулируемый гребень для щеки. Цевьё, накладки, приклад – всё изготовлено с использованием премиальных материалов. Арбалет приятно удивит и охотников, и спортсменов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще одна отличительная особенность САП-1 – это то, что на него действует пожизненная гарантия МЭТИС. Охотник, берущий в руки этот арбалет впервые, должен быть уверен, что это высокотехнологичный продукт, что эргономичность его дизайна, качество сборки и мощность соответствующие. Наш подход всегда основателен и оригинален, и на это есть свои причины. Если мы делаем что-то не так, как все, значит мы видим, что можем создать новый стандарт, выйти на новый профессиональный уровень. Такой высокой точности, как у САП-1, индустрия еще не знала. Плавность, отсутствие отдачи, удобство разрядки – это тоже все он. Арбалетов много, но САП-1 еще и самый бесшумный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что скажете? По-моему, это невероятно. Жду с нетерпением начало охотничьего сезона. Большое спасибо команде Мишин и Мэтью за то, что организовали нам этот классный закулисный тур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...